Во дворе одной из частных гостиниц стоит несколько внедорожников. На больших колесах, с багажниками и европейскими номерами. Американские или японские джипы? Нет. Это УАЗы, на которых в наш город приехала группа итальянских любителей ульяновских внедорожников. Главные участники этого пробега, который они нескромно назвали великое путешествие, это четыре миланских джипера. Лоренцо, Марио, Карло и Роберто. На двух хантерах и одном патриоте они уже с начала августа колесят по просторам Европы. Ульяновск – предпоследняя точка на их долгом пути. Официальный отсел у нас приезжает в Ульяновск, чтобы посмотреть место, где наши машины производят. Это официальная цель. Неофициальная цель – это приезжать в Россию, чтобы еще и ваши красивые места посмотреть. То есть Ульяновск – это конечная точка? У нас будет еще чуть-чуть маленькая дорога, и мы хотим доезжать до Тольятти. Там будет, конечно, точка, и оттуда мы вернемся в Милан. В Москву сначала, и потом в Милан. Большую часть дороги от Милана до Ульяновска итальянцы проделали по асфальту. Но у нас их ждал подарок – настоящее русское бездорожье. Правда, с красивыми видами Сангелеевских гор. Попутчики к итальянцам и их русским товарищам напросились и мы. Проехать больше тысячи километров – и все ради того, чтобы увидеть город, в котором производят их любимые внедорожники. Именно такая цель у автопробега, стартовавшего несколько дней назад в Милане и вчера добравшегося до Ульяновска. Сегодня итальянцы собираются проехаться по Сангелеевским горам, полюбоваться видами с гранного уха. А мы поедем с ними. Лоренцо, прием! Уже через час рубрика «Кино» и переломочившие второго уха. Ключ на старт. Официальное место старта – Садовое товарищество «Парус». Там итальянцев и сопровождающих их москвичей уже ждут брутальные ульянские джиперы из клуба «УАЗ Патриот». Это они разведывали и прокладывали маршрут. Обещают – будет здорово. По этому маршруту мы ездили неоднократно. Мы ездили и летом, и зимой. Как бы маршрут нашей группе знаком полностью. Со всеми его, скажем так, капризами и сюрпризами. А иностранцы по нему уже ездили, нет еще? Иностранцы по нему еще ни разу не ездили. Стартуем. Погружение в русский оффроуд начинается практически сразу. Пусть пока нет ухабов, зато пыли хоть отбавляй. Жаль, только с итальянцами в одной машине ехать не получится. Трое джиперов по-русски не говорят. А Лоренцо везет в своем патриоте всю семью. Мать, отца, дочь Флавию и жену Наталью. Русскую – уроженку Великого Новгорода. За Ново-Ульяновском начинается настоящее бездорожье. Со высокими подъемами, спусками и даже с одним бродом. Речка кажется неглубокой, но некоторые машины проезжают ее с трудом. К итальянцам это не относится. Их прокаченные авто берут эту преграду легко. Чем дальше? Первая большая цель – Арбугинская гора. Три машины, включая ту, в которой еду я, уходят вперед и сбираются почти на вершину. Но внизу заминка. Неужели кто-то сломался? Слава богу, нет. Просто итальянцы решили скупаться. После водных процедур на гору забираются все. Но с другой, менее экстремальной стороны. Тут выясняется – у Марио что-то барахлит в машине. Но у вас на то и русская машина, что в ней все можно починить с помощью пассатижей и молотка. Исправив неполадки, едем дальше. И вот уже на горизонте очередное село. Ну, в Шиловке примерно половина пути пройдена. Еще осталось заехать на пару родников, посмотреть с грана в ухо, посетить церковь. В общем, делов еще хватает. Но цель здесь не само село, а находящийся в лесу поблизости святой родник Петра и Павла. Это и возможность освежиться после жаркой и пыльной дороги. И, как оказывается, здесь можно и подлечиться. Святой источник Петра и Павла в Шиловке. Это примерно середина нашего пути. По легенде, если мы от него ноги, то они исцелятся. Для путников, которые едут из самого Милана, это очень актуально. Я вот думаю, может быть и нам попробовать пойти что-нибудь исцелить. От родника уезжать не хочется. Ледяная вода, прохлада. А впереди жаркое солнце, пыльные дороги, Сенгелеевский гор. Но не для того мы отправились в путь, чтобы прохлаждаться. Крик по коням и русско-итальянская колонна выбирается по лесной дороге на вольный простор. Следующая остановка будет только километров через 20 на гранном ухе. Чтобы до него добраться, нужно проехать по настоящим черпантинам, которые время от времени пересекают небольшие ручьи. Кому-то, как например Игорю, водителю машины, в которой я еду, скучно петлять по дорогам. Он гонщик, его кровь кипит. И вот мы уже едем напрямую. Итальянцы выскакивают из машин и снимают то, как могут ездить сумасшедшие русские. Подъем к гранному уху оказался едва ли не самым сложным испытанием для машин. Дорога, размытая ручьями, превратилась в одно большое препятствие. Чтобы не рисковать, машины забираются по одной. Наконец, Апайе путешествует с итальянцами. Гранное ухо. Мы сделали это. Гранное ухо. Самая дальняя точка нашего маршрута. Более 300 метров над уровнем моря. Прекрасный вид на Волгу. Прекрасный вид на Сингилиевские горы. Наши итальянские друзья очень довольны. Полюбовавшись сидами, спускаемся вниз. Тут уже затевается небольшой праздник. Во время которого и ульяновские джиперы, и мы одариваем итальянцев подарками. От наших двух клубов, клуб УАЗ Патриот Ульяновск и Дастер Клуб Ульяновск, но в лице всей России, мы хотим вам вручить кубок, как друзьям, как нашим гостям. Всего вам хорошего, приезжайте еще. Молодцы, что добрались. В общем, это от нашего дольфинского дома. Тем, кто умеет читать по-русски, читать. Тем, кто не умеет листать. С гранного уха наш путь лежит уже назад. Но не сразу. Сначала пара фото на фоне Волги и цемзавода. Потом крутой спуск поселок. И, наконец, впервые за несколько часов колеса внедорожников выезжают на асфальт. Путь в сторону Ульяновска. Но по дороге мы еще успеваем заехать в Тушну, где участников пробега приглашают в местную восстанавливаемую церковь. Здравствуйте. У нас русская традиция встречать хлебом с солью. Поэтому вот мы... Это традиционная русская. И госпитали венгуты с паном и салом. Это то, что это то, что это то, что это то, что это паном и салом. Да, делают как. Отрывают кусочек от хлеба, макают в соль, кто хочет. Венгуты с паном и салом и салом и салом и салом. Здесь мы расстаемся с нашими итальянскими товарищами. А им завтра еще ехать в Тольятти. Наше очередное путешествие подошло к концу. Но мы можем точно сказать, что оно не было последним. Но я надеюсь, что еще раз приедем, конечно. Может быть, будет немного текла. Но сегодня не сразу. Но... Но... Когда мы поймем, что соскучились, тогда мы поймем, насколько нам понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!